Меня часто спрашивают, сколько времени у меня уходит на одно ежедневное видео. После написания сценария нужно не более 10 часов. Для обработки и записи фаза исследования это то, что занимает больше всего времени. Я не думаю, что люди понимают, как много это требует работы. Поэтому я хотел бы опустить занавес и дать вам немножко подглядеть. Если вы зайдете на PubMedGo, где вы можете получить доступ к базе данных Национальной библиотеки медицины, крупнейшей медицинской библиотеки в мире, Если вы поищете такие темы, как диета или питание, вы увидите, что около 100 тысяч статей о питании появляются в научной медицинской литературе ежегодно. Это больше, чем 200 исследований в день. Я не могу читать 200 исследований в день, но 20 человек смогли бы. Я не хочу пропустить ни одного важного документа. Следующий шаг — это базовые статьи. Это новые исследования, вокруг которых я строю видео. Я ищу новизны, практичности и привлекательности. Это что-то новое? Если это еще одно исследование, показывающее, что брокколи полезно, если, конечно, это не какое-то новое видение, то такая статья не пройдет отбор. Практично ли это? Есть ли прикладная информация, которая может быть использована, чтобы повлиять на выбор еды в реальном мире? Какая разница, есть ли какая-то новая черника с лечебными свойствами, если она растет только в дикой сибирской тундре или типа того? Есть ли способ сделать это интересным? На самом деле, это, возможно, главный ограничивающий фактор. Существует много новаторской науки с практическим применением. Но если я не могу найти способ сделать ее очаровательной, добавить юмор или интригу, или открыть какую-то тайну, к сожалению, она откладывается в сторону. Вот почему нам нужно 10 разных сайтов, как этот, чтобы я мог просто передать документы и сказать, сделай это интересным. После того, как у меня появляется основа, начинается настоящая работа. Если что-то опубликовано в рецензируемой медлитературе, это еще не значит, что это правда. Есть исследования, финансируемые Национальной Ассоциацией Кондитеров, которые доказывают, что конфеты просто чудесны. Исследования, скрытно финансируемые Кока-Колой или Национальной Ассоциацией Скотоводов. Это не обязательно значит, что такое исследование некорректно. Для него должен быть обеспечен дополнительный контроль. Всегда нужно следовать за деньгами. Потом нужно поместить исследование в контекст. Например, я знаю, что новое исследование имеет отклоняющиеся или случайные значения. Может быть, есть 10 других исследований, которые показали противоположное. Как еще мы можем принимать решения о жизни и смерти для себя и своих семей, если не на основе сравнительных доступных доказательств? Именно поэтому каждое исследование должно быть помещено в контекст. Легче сказать, чем сделать. Например, в моем почтовом ящике приземлился документ, доказывающий, что рыбий жир повышает риск развития рака. Теперь я мог бы просто сделать видео о нем, только выложив факты. В рецензируемом научном журнале было опубликовано исследование, что рыбий жир повышает риск развития рака. Вот документ, вот ссылка для загрузки. А вот все представлены доказательства черным по белому прямо перед вами. Вот рассуждения, графики, таблицы, диаграммы. Это рецензируемая медицинская литература. Люди. Готово? Нет. Это не очень хорошо. Нет ответа на самый важный вопрос. Правда ли это на самом деле? Мы знаем, что этот парень подбирает только соответствующие своим потребностям исследования. Недостаточно просто придерживаться рецензируемой науки. Я хочу, чтобы все на Nutrition Fact.org отражало лучшее доступное сравнение результатов исследований. Окей. Как я могу это понять? Даже если его аргументы имеют смысл, основанные на доказательствах, что он приводит, нужно убедиться, что он интерпретирует данные правильно. Для этого придется обратиться ко всем 76 источникам, на которые он ссылается, чтобы убедиться, что он ничего не цитирует неверно. А что, если каждый из этих 76 документов цитирует 76 других? И даже если он правильно сослался на эти 76 документов. Что насчет работ, что он не цитирует? Были опубликованы более 2000 статей о рыбьем жире и раке. И посмотрите, эта статья была опубликована еще в 2013. Что можно сказать о работах, опубликованных впоследствии, и ссылающихся на этот конкретный документ? Это только одна статья для одного видео. Хотя вы были бы рады, что проявили должное старание, потому что тогда вы выяснили бы, что эта статья о рыбьем жире была отозвана. Почему? Потому что исследователь, очевидно, не смог скрыть, что у него была своя компания по производству конкурирующих добавок жира. Опять же, это не обязательно означает, что что-то неверно, но определенно требует дополнительного изучения. Так или иначе, в итоге, в идеале мы делаем всесторонний поиск, доступной литературы, чтобы поместить какое-либо исследование в контекст. В то же время, идем назад и вперед во времени, проверяя все источники, на которые есть ссылки и все источники, которые ссылались на них. И мы хотели бы делать это каждый раз, когда публикуются новые исследования о питании, что опять-таки происходит всего лишь 100 тысяч раз в год. Nutrition Facts Org является некоммерческой благотворительной организацией типа 501C3, которая существует исключительно на пожертвования таких лиц, как вы. Это как модель Википедии, принимающая только пожертвования от пользователей, которые ценят содержание, которые ценят то, что мы делаем. Нас посещают так много миллионов людей, что если один из тысячи внесет небольшой вклад, мы сможем продолжать процветание. Так что, если вы чувствуете, что моя работа обогатила вашу жизнь, пожалуйста, подумайте о поддержке нас, сделав облагаемой налогом разовое, или лучше ежемесячное пожертвование. Несмотря на это, даже если вы никогда не дадите ни копейки, все на сайте, есть и всегда будет бесплатным, для всех. Нет никакого платного контента, где вы можете получить дополнительную информацию за деньги. Нет никакой рекламы. Мы не принимаем корпоративного спонсорства сайт строго некоммерческий. Нет чудесных добавок змеиного яда бренда доктора Грегора. Даже все деньги, которые я получаю от моих книг и DVD-дисков, идут обратно прямо на сайт. Это просто публичная услуга для тех, кто жаждет питания, основанного на доказательствах.